История о том, как я взорвала класс химии. В общем, учителя отошли на пятиминутку. Все мы знаем, что это не пяти, а сорока пятиминутка. Маленькое уточнение, наша химичка была лучшей женщиной на свете. Делаешь ты домашку, она ставит два. Не делаешь домашку, она ставит два. Знаешь ты весь материал, она ставит два. Не знаешь материал, она ставит два. Но если ты родился красивым мальчиком, можешь ничего не делать, и она тебе будет ставить пять. Потому что, ну это же мальчик. Такой красивый бесед. Я думаю, что я собираюсь мстить. И моя мстя будет страшна. Я уже продумала в голове, как я буду сидеть у директора. Как вызовут моих родителей. Как родители надо мной будут угорать. Как меня лишат телефона, потом, ну все же. Я покупала в столовке колу, пачку ментов. И из кабинета учительницы соду. Дальше все понятно. Бульк, бульк, пш, пш. Я сижу вся в кока-коле. Весь кабинет в кока-коле. Все одноклассники в кока-коле. Играю я, значит, в таборь. Подходит ко мне девочка и говорит. Сколько у тебя денег? Я ей отвечаю. У меня один секстиллион. Она говорит. Ого, а купи, пожалуйста, щит. Я ей отвечаю. Нет, вообще-то деньги мои тратить. Это грех. Потом она говорит, что ее папа Путин. А я говорю, что мой папа А4. И что он придушит Путина. Потому что он живет в Беларуси. А там президент фиг знает кто. Вот. Ну, я чуть-чуть испугалась. Пошла в туалет. Стоит в этом Андрея Нойлса. Посадила к нему Ганну 13 и ушла, значит. Потом выхожу на улицу и вижу там свою математичку. Она начинает гнаться за мной. А я хочу в пятерочке робоксов всего лишь-то купить. Она гонится за мной, гонится. А сзади нее еще утка с ножом бегает. Я вообще испугалась. Просто прибегаю домой. А у меня там... Привет, сестренка. Помнишь, ты в робоксе мне показывала игру Адептми? Так вот, я зашла оттуда. Телепортнулась сразу же к подаркам, как ты говорила. И там была куча людей, у которых были животные. На них они могли летать и кататься. А также они светились разными. Так вот, потом мне кинула какая-то девочка. Какой-то запрос я приняла. И она мне дала какого-то черного дракона, на котором можно летать и кататься. И он еще там светится многими цветами. Там была буква М. Вот. Я приняла, каталась. И тут мне какая-то девочка еще кинула какой-то запрос. Я предложила своего дракончика. Она мне дала знаешь кого? Пингвина, кошку и собаку обычную. Конечно же, я согласилась. Я не дурочка такая, прогавить. Вот. А потом она поблагодарила меня. Я ей тоже сказала спасибо. И теперь у меня пингвин с собакой кошкой. Скажи, правильно я сделала? Просто новичок. Рассказываю историю из жизни, которая произошла со мной этой осенью. Как-то раз мы с моей подругой решили сходить погулять. Она зашла за мной, и мы пошли в Бургер Кинг. Он находится буквально в 5-7 минутах от моего дома. Мы туда очень часто вместе ходили есть, так как Макдоналдса, к сожалению, поблизости не было. И в один ничем не примечательный выходной день мы решили туда сходить. Зашли и пошли заказывать еду у автоматов, так как на кассе было очень много людей. Думаю, вы знаете, что в Бургер Кинге, Макдоналдсе, там и KFC есть такие автоматы, где ты набираешь просто картину, заказ и после этого оплачиваешь картой. Так вот, мы подошли к такому автомату, начали набирать заказ. В то время, кстати, в Бургер Кинге было очень много людей, на мое удивление, так как обычно туда практически никто не ходит, там мало людей бывает, только в основном родители с маленькими детьми. Так вот, мы набрали заказ и уже было собирались платить. И в автоматах в Бургер Кинге по обеим сторонам есть такие две пластмассовые стеночки. Я, честно, не знаю, для чего они сделаны, но их можно легко проломить рукой. Так вот, я стояла около этой стеночки, уже было собиралось оплатить, и на меня падает. Когда моя тетя выходила замуж, ее мама уже была мертва. Свадьбу праздновали за городом. Накануне свадьбы вечером жених вышел на улицу, чтобы сходить в туалет, который находился вне дома. Когда он открыл дверь, он увидел там женщину. От смущения он резко закрыл дверь. Но в эту же секунду он подумал о том, что все родственники находятся в доме, и на улице никого быть не может. Он снова осторожно открыл дверь, но там уже никого не было. От шока он закричал, на его крик сбежались все. Когда он успокоился, то объяснил, что произошло, и тут уже ужас охватил всех остальных. Женщина, которую в туалете видел жених, по описанию, была копией мамы-невесты, и она была одета в ту одежду, в которую ее похоронили. Как думаете, мама пришла посмотреть на зя? Я только что пришла со школы, и меня бомбит. Вот бомбит до сих пор. В общем, история такая. Я сегодня пришла в школу на радостях, сижу на уроке музыки, приходит наша классная руководительница и говорит, «Здравствуйте, детки, сдавайте мне свои дневники». Устрашающе, правда? Ну, вот мне тоже так стало. Ну, короче, она говорит, сдавайте мне свои дневники сюда. Вышли вашим родителям, как вы их заполняете? Ну, а я такая, интересно. Ну, короче, сдали мы эти дневники. Ну, и все про них, конечно же, забыли. Наступает урок математики. Мы говорим, у нас нет дневников, она говорит. «Записывайте в учебник». Мы такие, ну, ладно, запишем. Ну, в итоге мы записали домашнее задание. Мы в учебник подходим к ней и говорим, «Здравствуйте, где наши дневники, пожалуйста?» Это мы уже после уроков. Она говорит, «Не знаю, вам их не отдали?» «Действительно, действительно!» «Кто нам их должен был отдать, как не вы?» «Действительно, ребят, кто?» Продолжение. У моей подруги была Каан, где она по приколу обманывала людей на пэтов. Обманывала их она обычно на трасс-трейды. Я об этом аккаунте не знала, но и в своё время удивлялась, откуда у неё в последнее время столько крутых пэтов появляется. Она иногда даже некоторых пэтов дарила и мне. Так вот, однажды я со своего второго аккаунта, да, я там тоже часто играю в Adobe Mi, захожу, ну, там по трейдить пэтов, там просто поиграть, потусить, и вижу одна девочка спамит в чат просто огромными сообщениями. «Трастрейд, пишите я! Трастрейд, я честно не обманываю, умоляю, пожалуйста, тррастрейд!» Ну, и я, конечно же, написала «Я!» Я там ставлю флайры от единорога, а это уже как бы не просто это КП. Ну, я соглашаюсь. Это такие люди, которые, когда ты спокойненько сидишь в телефоне, просто подсаживаются к тебе и начинают смотреть в экран. У меня такие ситуации случаются постоянно. Вот, к примеру, еду я в автобусе, и какая-нибудь бабушка, и вообще без разницы, любой человек, который сидит рядом со мной, в наглое начинает смотреть в экран. И я ещё пытаюсь как-нибудь отворачиваться, ну, повернуться, чтобы было не очень видно то, что творится у меня в телефоне. Но нет же, этому человеку тоже надо повернуться вместе со мной и ещё продолжать смотреть. Ещё у меня случаются такие ситуации, когда я сижу в поликлинике, там в очереди абсолютно любой ребёнок подсаживается ко мне на диванчик и смотрит вместе со мной тики-токи. Обычно я таким детям говорю, ну, может, ты, пожалуйста, отойти, ну, там, пересесть на другое место, так сказать, не смотреть в мой телефон, ну, потому что, понимаете, всё-таки личное пространство, там, некомфорно мне. На это тот ребёнок просто начинает капризничать и идёт к своей маме на меня жаловаться. Его мама говорит, да ладно, что уж тебе стоит, пусть посмотрит.